ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуму внесен законопроект, привязывающий полис ОСАГО не к автомобилю, а к водителю. Законодатели тем самым заботятся, например, о семьях, где есть несколько машин. Не надо будет оформлять автогражданку на каждое транспортное средство. Страховые компании выступают против такого шага. По их мнению, он может навредить юридическим лицам, в собственности которых находится много автомобилей. Кстати, аналогичные законопроекты были и ранее. Каждый раз они отклонялись. ТРАССА 101 В продолжении темы ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, с начала 2022 года полис автогражданки подорожал в среднем на 10-12%. Сейчас он обходится автовладельцам в среднем в 7 тысяч рублей. Основная причина увеличения стоимости заключается в росте цен на запчасти. В 2023-м, говорят страховщики, платить больше за ОСАГО придется начинающим водителям, а также тем, кто попадает в ДТП. Таких в общей массе автомобилистов насчитывается около 15%. ТРАССА 101 Российский производитель электрокаров Эволут обещает выпустить в 2023 году три новинки. Это кросс-купе iJet, минивэн iVan и вседорожник Эволут SUV+. Первый получит самую мощную силовую установку, почти 650 лошадей. Такой агрегат разгоняет авто до сотни менее чем за 4 секунды. Запас хода почти 500 километров. В настоящее время Эволут производит электрический седан iPro стоимостью 3 миллиона рублей, а также кроссовер iJoy, за который просят 3,5 миллиона. ТРАССА 101 В 2023 году компания Geely выставит сильного конкурента Ladi Vesta. Речь идет об обновленном седане M-Grant 7, который будет выпускаться на белорусском заводе китайской марки. А пока в Белоруссии начали продавать M-Grant 7 китайской сборки. Цена модели довольно привлекательная. В переводе на российские рубли это 1 миллион 200 тысяч. Топовая версия с вариатором, светодиодной оптикой, цифровой приборкой и другими опциями обойдется почти в полтора миллиона. ТРАССА 101 Очередной китайский кроссовер добрался до России. G-Tour X70 Plus в максимальной комплектации предлагается дилерами за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Автомобиль приводится в движение полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 156 лошадей. Трансмиссия автомат, привод только передний. Паркетник обладает такими опциями, как бесключевой доступ, камеры кругового обзора, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфона. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101